Дорогие друзья, всем привет! Я сегодня в хорошей компании своих учеников и друзей хочу сделать одно очень приятное дело. Дело приятное для одного конкретного человека, ну и для всего, наверное, российского автоспорта в целом. Почему автоспорта? Потому что сейчас чемпионат мира по футболу и про все остальное забыли. А ведь 27 июня 2003 года появилась на свет потрясающая девушка, которая сейчас просто звезда не только, наверное, российского, но и мирового автоспорта. И с помощью вот этих четырех кубиков, которые у нас в руках, мы сейчас хотим сделать ей сюрприз. Для начала мы дособираем их до конца, ну а потом поймете, что за сюрприз мы организовали. Кубики такие достаточно непривычные, здесь интересная, нестандартная расцветка. У нас с Феданкой кубики уже собраны, у Данилки тоже, с Серегей тоже немножко осталось. Да, потому что я путаюсь очень сильно из-за того, чтобы у них кубик или нет. Вот, крутяк. Ну а теперь мы ставим кубики в то место, где они должны находиться. А конкретно вот сюда. Немножечко отходим. И у нас получился портрет Ирины Сидорковой. Той самой девушке, про которую мы вам сейчас и рассказывали. Для портрета Ирины нам потребовалось не четыре кубика, конечно. Четыре последних мы сейчас дособирали. А до этого мы собрали еще 276. Ну вот, хочется, чтобы сейчас весь спорт, да, объединился вокруг вот этой замечательной, талантливой девушки, которая в свои совершенно еще юные годы, ей исполняется 15, поразила, ну, всю страну своими навыками, своим талантом, естественно. Да, то есть получается, что поздравление от спидкуберов, автогонщицы во время чемпионата мира по футболу. Ну, и мы к этому видео подготовились, и хочется, чтобы, наверное, не только я в этом видео говорил, но чтобы и мои друзья тоже что-то пожелали, что-то сказали. Да, Серега? Да. Давай. Я узнал об Ире, когда она поучаствовала в видео Кости Академика с тестированием его за Зила на 600 сил. Она проехала по гоночному треку, и я, честно говоря, был очень удивлен, что есть такая молодая и такая талантливая автогонщица, участница ралли и победительница гонок в этой дисциплине. И стал следить за Ирой, и мне теперь очень приятно, что я среди своих друзей могу поздравить ее с днем рождения и с всего лишь 15-летием. Да. Кстати, я тоже относительно недавно узнал про Ирину Сидоркову, про то, что она из Петрозаводска. У нас с ней есть один общий знакомый, ну, или, может быть, не общий знакомый, я не знаю, знакомы ли они лично, но у Ирины есть, скажем так, определенно фанат, который живет в Канаде. Его зовут Роман Байбусинов. Именно он и подал нам с ребятами эту идею поздравить Ирину с днем рождения. Я посмотрел несколько видео про Ирину, и, ну, вместе с пацанами смотрели. А что я рассказываю? Федан, может, ты расскажешь, что мы увидели в этих видео, и вообще, как тебе успехи девушки, такие вот в возрасте 15 лет? Ну, для начала я удивился то, что ей всего лишь 15 лет. Я думаю, ей исполняется уже 19-18. Выглядит она очень уверенно, взрослая. Водит очень хорошо машину. Ну, все понятно. Ты когда видео смотрел, которое Роман Байбусинов сделал, какие у тебя эмоции были? Ну, честно говоря, я немножко прифигел. Понятно. Я, если честно, тоже. Но вот когда смотришь на все это, Данилка, вот у тебя возникло ощущение, что за рулем той машины, да, когда мы смотрели это видео, могла сидеть 14-летняя девочка вообще. Вообще нет. Даже близко. Вот это капец, да. И я просто, ну, поражаюсь, что, ну, пацанам тоже по 13 лет, да, и Степке, который это видео снимает, ему 14. И я видел просто глаза ребят, когда они на это все смотрели. И, конечно, Ира определенно вдохновляет людей, притом людей совершенно разных профессий, разного возраста. Ирина это человек, которому следует, я думаю, подражать, которого следует брать пример, да, согласны со мной? Конечно. Она своими достижениями просто, мне кажется, вдохновила пацанов и на то, чтобы сделать портрет, и вообще у нас тоже скоро соревнования, да, может быть, какие-то успехи, частью которых станет вот эта наша сегодняшняя история, и вот то вдохновляющее видео в исполнении Ромы Байбусинова и, конечно, Ирины Сидорковой. Ирина, преклоняемся перед вашим талантом, поздравляем с днем рождения, и, ну, чего желать, я думаю, в данном случае понятно, да? Побед, кубков, медалей и тумбочки. То есть так называется среди автогонщиков. И еще шампанского, да, вот с брюсбами? Да, в принципе, шампанского, конечно, тоже такая гоночная традиция. Пацаны, есть что добавить по поводу пожеланий? Ну, все. Все, друзья, на этом всем спасибо и до новых встреч!